Ну, тогда звонгуй, что будет в этом сентябре? В этом сентябре будет то же самое, что и на прошлых выборах. У тебя «Единая Россия» выиграет, у нее будет большинство в Госдуме, во всех Думах. По-другому не может быть. Вот ты знаешь, Андрюха, радикалист, говорит, всех стрелять вешать. Если я был не согласен с его позицией, то сейчас я думаю так. Надо, наверное, всех кандидатов от «Единой России» перестрелять, пускай пацаны тут нормально за власть поборются. Если ты берешь историю человечества, нету никогда никакого понятия, вообще не существует, как честная какая-то борьба за власть. Нет, никогда ничего подобного не было и никогда ничего подобного не будет. Понимаю, но я также понимаю, что то, что было до нас, не имело такой возможности широкого освещения. То есть, вот, скажем, государство имеет монополию на телевизор, перестали просто люди смотреть. На интернет еще государство монополию себе не захватило. Да и не захватит. Как можно там уже Google из России приказать, что делать, что не делать? Абсолютно ничего ты не прикажешь, что нахер пошли. Google стоит дороже, чем российский ВВП весь. В данном случае, кто тут кому приказывает, это еще большой вопрос. Кто что контролирует, это тоже еще большой вопрос. Давай как-то разделять. Вот если ты берешь современную Россию, вот если мы с тобой берем современную Россию, вот это государство третьего мира, которое вообще ничего не стоит и не имеет никакого веса на политической арене, на мировой. Нет, это не государство, это как кучка бандитов, у которых в руках управление армией. Примерно так, государство. Государству нужны граждане. Нашему же государству такое впечатление складывается, что граждане не нужны, и идет борьба. У тебя есть территория, которую ты контролируешь. У тебя, как ты правильно сказал, есть граждане, у которых есть определенные права и обязанности. Вот у тебя тогда есть государство. Ну, юридически это тоже все как-то отлукавывает, надумано. Да? И справедливости здесь мало. Ну, вообще в мире такого понятия, как справедливость, не существует, Вань. В мире существует очень простое понятие – право сильного. Вот право сильного, оно является как бы краеугольным камнем, на котором базируется весь мир и вся человеческая цивилизация. Именно право сильного. Больше ничего нет. Именно право сильного тебе позволяет создавать юридическую базу, юридические законы. Право сильного. Именно право сильного тебе позволяет создавать государство. Только право сильного, ничего больше. Именно право сильного позволяет тебе вести какую-то деятельность и, соответственно, получать с этого выгоду. Экономическую выгоду, политическую выгоду, социальную выгоду. Брат-2. В чем сила, брат? Да. Вот ты очень хороший пример сейчас привел, да? То есть вот брат-2, в данном случае один маленький человек может изменить ситуацию просто за счет права сильного. Я также понимаю, что существует помимо России другое мировое строительство. Вот ты внутри России пожрал все батарейки. Дальше ты что? Кто жрать тебе будет готовить сильному такому? Бля, богатырю, чудо-богатырю просто, вот, мега-сильному. Ну, ухаживать за тобой некому. У тебя из России сейчас в огромных количествах уезжают разумные люди, у которых есть, скажем так, профессия, которые что-то умеют делать хорошо. Вот они просто берут, отсюда уезжают, и все. Просто потому что здесь невозможно жить нормальному, разумному человеку. Русские в мире сейчас владеют гораздо большими ресурсами и богатствами, нежели сама Россия. Они умнее, они востребованные, они богаче, они влиятельнее, даже так. Ну, в данном случае это действительно так. Если мы берем русских ученых, если мы берем русских технорей, вот они живут по всему миру, они востребованы по всему миру, вот это очень богатые, очень влиятельные люди, ну, вот именно по мировым меркам. Вот я сам лично знаю человека, который, вот он последний где-то, наверное, лет, сколько, лет 8. Вот он живет на Байкале. То есть он очень долго, лет 20, наверное, он работал в Китае. Угольные котлы и все, что с этим связано. А так как Китай базируется, по сути, на угольной энергетике, он долларовый миллионер. То есть у него официально несколько десятков миллионов долларов. Ему постоянно капывают вот эти патентные отчисления за те разработки, которые он сделал в Китае за время своей работы. То есть это огромные деньги, ему капывают каждый месяц. Вот он живет в собственном поместье на Байкале, вот и его охраняют китайские спецслужбы. То есть вот он живет на территории России под охраной китайских спецслужб. Они получают китайскую пенсию огромную. И таких людей, вот подобного типа людей по всему миру живет огромное количество. Кто-то живет здесь, кто-то живет за границей. Это все русские, понимаешь? У них абсолютно законные деньги, у них абсолютно законные капиталы. У них абсолютно реальное и серьезное влияние на мировом уровне. Вот я вот с этим человеком общался, ну он дедушка, ему уже далеко за 60. Меня, говорит, пригласили на день рождения какого-то местного мэра в Иркутске, по-моему. Я, говорит, пришел, вокруг меня выстроилась вся вот эта толпа местных чиновников. Они мне, говорит, только руку не целовали. То есть они мне готовы были жопу долизать до дыр просто. Потому что он имеет реальную власть, реальный вес в этом мире. А все вот это вот их чиновничьи братья, там губернатора бросили, там всех вот этих вот местных шишек, побросали, блин, все побежали к нему. Понимаешь, потому что он реально человек. А это все вот человеческий биомусор, они все временные. Я слово чиновник, вот, с недавнего времени, может, 3-4-5 лет, я считаю это слово ругательным. Ну это и есть. Если меня попадают чиновникам, я обижусь. Потому что... Так и есть. Потому что это позорно. Враг народа, враг людей, враг населения. Вот мы сейчас с тобой живем в государстве, где быть чиновником, где быть любым госслужащим, по большому счету, уже западло. Реально западло. То есть в данном случае ты уже воспринимаешься как враг народа, как враг государства. Да, ты правильно сказал. Вот именно западло. Мне западло этим людям руку потягивить. Так и есть. Им-то от этого, блин, тоже, знаешь, ни хрена не сладко. А изменить свое поведение они не могут. Не могут, потому что запрещено сверху. В Казахстане продается наш бензин. Наш. Из России привезен. На наши деньги 20 рублей. Приграничные районы там области, да, ездят заправляться в Казахстан. Все правильно. Российским бензином. Так. Который произведен здесь, увезен туда. Да. И там продается по 20 рублей. А у нас в два с половиной раза дороже было по 50. Ты не понимаешь. Это правильный скрепный бензин. Понимаешь? Это правильный скрепный бензин, в котором зашиты интересы Путина, Медведева, там, вот этих всех Мишустиных, Миллеров, Сеченых. Вот и всех других ребят, которые тусуются в правительстве. Это не просто какой-то бензин. Это правильный скрепный русский бензин. Ну, бля, скучно, но на казахском машину не хуже едет. Ну, так дело в том, что машине-то все равно, она будет ездить нормально и на бензине купленном в Казахстане, или на бензине купленном в Америке, который стоит намного дешевле, чем у нас в России. Половина, а то и больше половины любого продукта возьми. Это доля государства, там, всякие НДС и еще что-то, бля, те налоги, которые мы платим, которые платят работодатели, там, во всякие фонды. Во-первых, больше половины – это доля государства. Во-вторых, собственниками, собственниками компаний, которые занимаются у нас предпринимательством в России. Ну, точнее, как, они занимаются бизнесом. Предприниматель – это вот маленький человек, который действует на свой страх и риск. А есть у нас еще бизнес в России. Так называемые крупные окологоскорпорации. Вот собственниками этих окологоскорпораций являются кто? Крупные пакеты акций находятся в руках у кого? У семей бывших членов Политбюро СССР. У семей бывших первых секретарей обкомов СССР. У тех же членов правительства современной России. Вот им принадлежат крупные пакеты акций. Всего, что здесь приносит деньги на нашей территории. Кто получает с этого основную выгоду? С того, что цены растут? В данном случае государство давно перестало быть государством. Государство является кормушкой для очень маленькой группы лиц, в которую входит, ну, грубо, где-то около 200 семей. Вот это 150 основных семей, вот это бывшие члены Политбюро, вот это бывшие первые секретари обкомов, вот они где-то составляют 150-200 семей. Их где-то примерно полторы тысячи, две тысячи семей, вот это вот люди, которые осуществляют действующую власть на территории постсоветского пространства. Вот это вот обслуга этих людей. Им тоже немножко позволяется с этого получить. Все остальные на подсосе. Я не скрываю, я там до 18-го года жутким путинофилом был. Ну да, я помню. Я его святым называл, да ты что, ты там говоришь? Да ты что, Дим, разве можно так, он же солнцелит, ее подержим? Вот. Ты пойми, что ты просто столкнулся с реальностью после 18-го года. Вот она реальность, она тебя прям с разбегу бревном в лоб устукнула, и ты прям понял. У меня все есть, на хера мне это надо, блядь? Надо идти и пускать слюки вместе со всеми. Так это, наверное, это правильное решение на самом деле. С точки зрения любого нормального обычного человека, пускать слюнки и, соответственно, ждать, когда все решат за тебя, это абсолютно нормальное, разумное решение. Если ты пытаешься что-то обсуждать, если ты пытаешься что-то понять, если ты пытаешься что-то изменить, ты ненормальный. Кстати, вот эти актеры, как ты сказал, певички, клоуны и так далее, спортсмены, это же беда. Они просто известны, потому что их показывают там, они дают концерты, про них знают много людей. Но что они смыслят в управлении государством? Юлю Волкову татушку по какому-то округу толкают, опять-таки от единой России. Вот это Юля Волкова, это уже третье поколение богемы. Или четвертое. Что такое третье поколение? Они ничего не умеют. Ничего. Она даже петь не умеет. Нет, это просто вывеска, я с тобой согласен. У нее есть родители, которые сделали ей карьеру, то есть из той же самой богемы. В этой тату она попела, получила какую-то популярность, заработала какие-то денежки. Какие нахуй элиты? В моем понимании элита это лучшие. Вот допустим семена, как распределяется суперэлита, элита, первый класс, второй, третий класс. А ты где услышал слово элита? Есть понятие потомственность, преемственность поколений. Как там это? Мы из рабочих династий. В детстве учат думать всех, но дело в том, что вот это право думать самостоятельно берут только 10% людей. Они его берут сами. А остальные 90% сами осознанно отказываются от права думать самостоятельно. Отказываются. И у тебя общество разделяется на две неравные части. На подавляющее большинство, на норму, это 90%. Это нормальные люди. И на 10% ненормальных людей, которые имеют наглость думать самостоятельно и действовать самостоятельно. А лучше, чтобы за меня действовал кто-нибудь, а я не буду делать. Так это, блин, идеальное решение. Понимаешь? Вот эти 90% они так и думают. А вот как бы кто за меня что сделал? А я бы вот сидел на жопе ровно, ничего не делал и деньги с этого получал. И у меня бы было все хорошо. И они так и живут. Именно поэтому у тебя существует потомственная власть. Потому что вот эти 90% людей не хотят ничего делать. Именно поэтому у тебя существует потомственная богема. То есть потомственное обслуживание власти. Потому что вот эти 90% людей сидят на жопе ровно, на диване лежат и не хотят ничего делать. Я не хочу во власти, я не хочу становиться той мразью, какой они являются. Они не могут быть другими. Это надо понимать. Когда у тебя управляет третье поколение власти, вот сейчас мы с тобой живем при управлении третьего поколения власти. То есть это внуки тех людей, которые сто лет назад пришли к власти и организовали это государство. Вот их внуки сейчас у власти. Никто из них не работает, абсолютно никто. И никто из них абсолютно ничего в этой жизни не понимает. Они просто живут, наслаждаются теми возможностями, которые им дает эта власть. Других людей там нет. Это не должно быть, так не будет. Так и не будет. Дело в том, что третье поколение власти, государство уже становится нежизнеспособным. И четвертое поколение к власти никогда не приходит. Их меняют.